Альфио Романутто И ведь не зря. Сегодня Джорджио Петросяну 32 года, а многие авторитетные западные издания называют именно его сильнейшим бойцом в истории кикбоксинга. Его профессиональный рекорд невероятен. 96 побед, 2 ничьи и 2 поражения. Он единственный, кому удалось одержать победу в двух гран-при K1 World Max подряд. Никто, включая великого тайца Буакава и короля бойцовской Японии Масато, этого не делал. Джорджио перебил сразу несколько поколений лучших представителей кикбоксинга. Джорджио Петросян Мое имя Геворг, но когда мы оказались в Италии, местные стали называть меня на свой манер. Джорджио. Вообще, это довольно тяжело вспоминать, как мы переехали в Италию. Все началось с землетрясения. А когда развалился СССР, началась война в Нагорном Карабахе. Армения оказалась в двухсторонней блокаде. Не было света и отопления. Война закончилась. Карабах был защищен. Но внутри Армении было все еще холодно во всех смыслах этого слова. Тогда, в 1999 году, отец Джорджио, Андроник, столкнувшись с невозможностью прокормить свою многодетную семью, принимает решение покинуть родину. Взяв двух своих старших сыновей, Степана и нашего героя Геворга, они забрались в кузов грузовика и двинулись в большое путешествие, изменившее их жизнь. Это было очень тяжело. Поездка заняла 10 дней. Я сильно заболел. Мы пытались найти убежище в Милане и Турине. Но тщетно. Позже, по совету одного африканского мальчика, мы оказались в Гориции. В те годы на иностранцев там смотрели с большим подозрением. В первый день школы, один из одноклассников провоцировал меня. И я его уложил. Не говорю, что это было правильно, но я хотел заставить себя уважать. Кстати, впоследствии мы стали друзьями. Петросян никогда не был бойцом, который славился какой-то сверхнеортодоксальной техникой. Удары с разворота и все в этом духе. Нет. Но он славится классической техникой. Техникой, доведенной до совершенства. Петросян работает как вторым номером, так и первым. Вот его любимая комбинация. Контратака левым прямым, причем из любой позиции. Он действительно читает действия своих соперников. А это левое колено смерти. Доктор использует колено не только в атаке, попадая точно в печень, но и в защите, встречая своих визави. Джорджио прекрасен. Феноменальное чувство и игра дистанции. Свой первый профессиональный поединок Джорджио провел в возрасте 16 лет. В ранних боях с 2003 по 2006 год включительно можно отметить победы Петросяна над итальянским чемпионом Муай-Тай Зарбо Джианата и швейцарским албанцем Шэмси Бекерин. А также ничью с Песинчаем, действующим на тот момент чемпионом стадиона Люмпини. Да, господи, под эти кадры не хочется много говорить. Просто смотрите на работу тогда еще юного мастера. Январь 2007 года. 21-летний Геворг Петросян с рекордом 39 побед, одна ничья и ноль поражений отправляется в Таиланд. Для встречи с Нонтананом. Видео этого поединка как не было, так и нет. Даже тайский гугл с тайскими буквами бессилием. Вот что говорит об этом бое сам Джорджио. У меня был недовес и обычно бойцам разрешают выходить с недовесом, но тайская сторона сказала, что так дело не пойдет, надо обязательно набрать вес. Они мне дали какую-то смесь и черт, после нее мне стало плохо. В бою я не чувствовал себя на 100%, но тем не менее, на мой взгляд, я тот бой не проиграл. Та неудача настолько разозлила Джорджио, что он провел этот год, вдумайтесь. 10 боев он бился почти каждый месяц. При этом это были бойцы серьезной оппозиции. После возвращения в Италию Джорджио в своей излюбленной и бесподобной манере нокаутировал французского камеронца Содиоси Сока. Спустя месяц в Милане Петросяна ждал матерый волк Арслан Магомедов, который на тот момент имел за своей спиной серьезнейшую оппозицию. Арслан побеждал таких парней, как Джон Вейн Пар. Поединок прошел всю дистанцию, по итогам которой победа досталась молодому дарованию Джорджио Петросяну. Двухкратный и действующий чемпион K1 World Max Буака в пор промок должен был провести в Швеции супербой с Джоном Вейном Паром. Однако знаменитый австралийц снялся с поединка. Тогда организаторы решили предоставить шанс армянскому таланту. В первых двух раундах Петросян остерегался грозного тайца, который на тот момент был лицом как кикбоксинга, так и муай-тай. Первые два раунда за Буакава. После этих раундов многие могли бы сделать вывод, что есть бойцы из элиты, спортсмены, которые каждый год на японских стадионах участвуют в гран-при восьмерках от K1 World Max. И есть все остальные. Однако, как бы не так. По ходу третьего раунда 21-летний Джорджо перехватил инициативу и заметно перебивал Буакава. В четвертом и пятом раунде это стало и вовсе очевидным фактом. Тем не менее, судьи решили объявить ничью. Несмотря на столь убедительный перформанс, боссы K1 японского гегемона мирового кикбоксинга все еще не приглашали Джорджо для принятия участия в своих великих гран-при. Тогда победа в гран-при K1 была единственным способом для серьезного заработка в кикбоксинге. В следующем, в 2008 году Джорджо провел 8 боев, разумеется, победив в каждом из них. Он дебютировал на голландском ринге It's Showtime, разобрав опасного Крисон Гимби и неуступчивого Варна Стивил Манса. Также Петросян успел нокаутировать французского проспекта Рафика Баккури. Наконец, благодаря стараниям менеджера Карла Дьебязи, который практически с самого начала ввел Петросяна, в марте 2009 удалось организовать поединок с легендарным Энди Соуэром. Поединок прошел в Милане, под эгитой лучшего европейского промоушена It's Showtime. Бой получился крайне нервным, Джорджо явно работал вторым номером. Возможно, именно это обстоятельство побудило судей назначить экстра-раунд. Впрочем, на раунд позже, на раунд раньше, но победа досталась именно доктору. С победы над великим Соуэром начался стремительный подъем Петросяна на самую верхушку элиты кикбоксинга. Разумеется, крупнейшая на тот момент сила кикбоксинга. Японский Кей-1 более не могли игнорировать армянского бойца. Уже через месяц в Фукуоке Джорджо провел поединок с жестким дагестанцем Джабаром Аскеровым за право участвовать в Гран-при-восьмерке лучших легковесов мира. Надо сказать, что перформанс, продемонстрированный доктором, получился образцовым. Он не стал работать на контратаках. Почти каждый удар Петросяна достигал цели. Кульминацией стало колено из ада, которое нанесло первое досрочное поражение в карьере бравого Джабара. Итак, в четвертьфинале Петросяна встретил голландский рубака. Первый чемпион Кей-1 World Max Альберт Краус. Поединок получился непростой, однако после оного мир кикбоксинга заговорила Джорджо как о фаворите в борьбе за пояс чемпиона Кей-1 World Max 2009 года. Краус попросту не успевал за доктора. Прозвище доктор наш герой получил не случайно. Прозвище доктор наш герой получил не случайно. После покорения сердец японских фанатов, журналисты из Страны Восходящего Солнца дадут Петросяну еще одно прозвище. Но об этом чуть позже, ведь Джорджо предстояла финальная четверка самого престижного кикбоксинг-промоушена мира. Буакава пор промок против Энди Соура и Джорджо Петросян против Юи Ямамото. Путь каждого из бойцов до полуфинала был весьма нелегок. В одной восьмой финала Буакав был в шаге от громкого апсета. Однако сумел переломить ход встречи и одержал победу над бразильцем Дидой. В четвертьфинале знаменитый Таец без особых проблем прошел яркого Ники Хольскина. Соуэр же поочередно победил Лероя Кэснера и Артура Кишенко. Причем в случае с Артуром Энди понадобился экстра раунд. Соперник Петросяна, японский проспект Ямамото, выбил корейца Чи Бен Лима и армянина Гаго Драго, который, кстати, стал настоящим другом для Джорджо. Ямамото и Гаго показали настоящую войну. Посему Петросяну предстояла месть. Полуфинал получился односторонним. Йокохаме на одноименно забитой под завязку арене Джорджо нокаутировал надежду Японии уже в первом раунде. Девушка Юи не могла сдержать слез. Петросян в финале и близок к своей мечте. Во втором полуфинале разыгралась настоящая драма. Буакав против Соуэра. Таиланд против Голландии. Классика. В очень и очень близком поединке по итогам экстра раунда судьи отдали предпочтение Энди Соуэру. И Соуэр и Петросян вышли в финал не без потерь. Энди получил сечку еще в бою с Буакавом. А Джорджо заплатил дань Господу Богу за свои скоростные и хлесткие удары, сломав руку об голову Ямамото. В финале многие ждали, что опытный Энди окажет достойное сопротивление этому по-хорошему наглому представителю нового поколения. Но не дождались. Это было образцово-показательное выступление доктора, который по ходу поединка успел отправить рубаку Соуэра в нокдаун. Эта встреча нисколько не была похожа на их первый бой. Здесь правил исключительно Петросян. 26 октября 2009 года Джорджо Петросян по праву примерил корону самого конкурентного веса мирового кикбоксинга. Весового дивизиона до 70 килограмм. Да, моя рука, похоже, сломана, но я счастлив, что наконец стал номером один. Очень счастлив. Хотел бы поблагодарить каждого, кто переживал за меня. Особенно отметим тренера, менеджера и брата. Вот как перформанс Петросяна описал комментатор того турнира Майк Шиавелла. Когда он победил Соуэра в финальном бою за пояс чемпиона K1 World Max, Петросян сделал это словно воскресный утренний спарринг. Соуэр не мог и дотронуться до него. Защита Джорджо была невероятна. Джорджо не успел восстановить руку к новогоднему прощальному поединку Масата. Легендарный японец завершил карьеру на мажорной ноте, впервые для себя победив вышедшего на замену Энди Соуэра. В парте 2010 года Петросяну предстоял поединок с неудобным, идущим на серии из 16 побед к ряду тайцем Кемом. Надо сказать, что тайц на ринге Ит Шоу Тайм оказал гораздо более жесткое сопротивление доктору, нежели элитные бойцы K1 Max 2009. Тем не менее, заслуженная победа Джорджо. Тем временем настала пора очередного звездного гран-при K1. Разумеется, на сей раз Джорджо шел фаворитом. После 2009 года многие его считали попросту неуязвимым бойцом без слабых сторон. В 1-8 финала Джорджо встретил высоченный белорус с базой тайского бокса Виталий Гурков. Поединок получился односторонним. Несмотря на внушительную беспроигрышную серию, Гурков не показал ровным счетом ничего. Антропометрия не сыграла абсолютно никакой роли. Диагноз от доктора был невероятно точен. 8 ноября 2010 года Джорджо предстояло увековечить свое имя в истории. Ведь не было случая доселе, чтобы действующий чемпион K1 World Max побеждал на двух гран-при к ряду. Надо сказать, что Джорджо пришлось не так легко. Ведь в 1-4 его вновь, как и год назад, приветствовал бесстрашный ураган Альберт Краус. Тем не менее, Краус был разобран снова. А вот эта комбинация вошла в учебники по изучению контратак. Ух, как же сладко! В полуфинале Петросяна ждал сверхмотивированный воин Эллады – Майк Замбидис, который после настоящего исторического боевика с Шахидом Эль-Хаджем в четвертьфинале нокаутировал японца Ючиро Нагашима. Бой с Джорджо получился очень ярким. Первый раунд остался в чистую за Джорджо. Во втором раунде Замбидис отличился несколькими точными попаданиями и стал одним из двух людей мира, которые отправили Петросяна на канвас. Однако нокдауна не было. Рефери не стал открывать счет ввиду потери равновесия Джорджо из-за собственного колена. Да и сам Геворг не дал дополнительного повода, крайне быстро встав на ноги. Третий раунд стал полным повторением первого. Майк не успевал захлесткими и быстрыми ударами доктора, который вот-вот был близок отправить в хирургический отдел ногу Майка. Джорджо Петросян в финале. Снова. В этот год друг Джорджо, Гаго Драгу Арутинян, известный своим бесстрашным неортодоксальным стилем и ведомый младшим братом Джорджо Арменом Петросяном, провел несколько успешных боев. В одной восьмой Гаго нокаутировал корейца Су Хван Ли. В четвертьфинале по результатам настоящей рубки прошел Мохаммеда Камаля, который выбил самого Артура Кишенко. В полуфинале же Гаго был остановлен японским небоскребом Яшохиро Сато. Таким образом, братскому армянскому финалу не суждено было свершиться. В противостоянии за амбидисом Джорджо получил рецидив старой травмы руки, но мысли об отказе от финального поединка у Петросяна попросту не было. И не зря. Джорджо даже в таком состоянии устроил настоящий декласс Сато. В каждом из раундов Петросян был сильнее. Причем заметно. Джорджо стал четвертым бойцом в истории K1 World Max, который сумел победить на двух гран-при и, главное, единственным сумел это сделать два года подряд. Феноменальное и великое достижение. Моя основная тактика – видеть передвижение, действия соперника. Перед боем у меня никогда нет плана. Я составляю план по ходу поединка. Несмотря на массовую влюбленность японцев в своего земляка Масата, газеты страны пестрили комплиментами в сторону Джорджо. Его сравнили с компьютером, просчитывающим действия оппонентов, а прозвали «Божьим оком». После обрушившейся славы и признания, после поставленного рекорда и осуществления мечты, Георг Петросян оставался таким же Георгом для своей семьи и друзей. Для папы Андроника, мамы Корене, старшего брата Степана, сестры Лианы, младшего брата Армена, который являлся все это время основным спарринг-партнером Джорджо и даже успел в одно время числиться в топах легкого веса. На дворе 2011 год. Лишившись несколько лет назад прайд, Япония становилась все менее весомым центром притяжения боев. Корпорация ФЭК, которая была материнской компанией Кей-1, стала терпеть убытки из-за спада интереса телевизионной публики к боям. Японские промоутеры не сумели вовремя сделать реформы и потеряли значительную часть аудитории. ФЭК распались. Кей-1 умер навсегда в том виде, который существовал 20 лет. В мире кикбоксинга отныне не было монополиста. В первый период безвластия промоутеров Джорджо провел 6 поединков, где в каждом оказался сильнее своих из-за вид. Многие фанаты с особым интересом ждали поединков Петросяна с Александром Космо и Артуром Кишенко и дождались. В марте 2011 в Милане Джорджо схлестнулся с бразильцем Космо. Многие всерьез полагали, что Космо с его бешеной физухой, мощными панчами, базой муатай, подкрепленной классным тренером, большим майком, сумеет потрясти Петросяна. Но нет. Джорджо оставался неуловимый, победил более габаритного. И что скрывать килограмм на 8 более тяжелого бойца. Особые надежды недоброжелатели Петросяна связывали с опытным и в то же время находившимся в самом соку Артуром Кишенко. Одессит закрыл, как тогда казалось, случайное поражение от Робина Ван Русмалина победой над самим Йоцанклаем Фаертексом. А посему справедливо считался одним из самых опасных вызовов для Джорджо. Тем не менее, Артур был разобран от и до. Петросян прошел Артура даже легче, чем Космо. Меж тем, совместными усилиями голландских и французских специалистов в кикбоксинге появилась новая величина, новая организация, Глории, которая поглотила находившихся в кризисе Ит Шоу Тайм. В первый же год созданная организация Глории подписала всех топовых бойцов кикбоксинга. Тайрон Спонг, Сэмми Шилд, Робин Ван Русмален, Георг Хансаки и, конечно же, Джорджо Петросян стали лицом новосозданной организации. Благодаря Глории в кикбоксинге были серьезно представлены все веса по аналогии с ММА. Чтобы определить чемпионов, боссы организации решили провести гран-при в каждом из весовых дивизионов. На Глории 1 в столице Швеции Стокгольме в 1-8 Петросяну достался неудобный и неуступчивый француз Фабио Пинка. Однако Джорджо показал красоту и добыл убедительную победу решением судей. 3 ноября 2012 года на Глории 3 в Риме Петросяну предстояло провести три поединка за вечер, чтобы подтвердить статус лучшего ударника в мире вне зависимости от весовых категорий. В четвертьфинале Джорджо решил работать первым номером и досрочно победил Кая Холленбека. В полуфинале состоялась Южно-Кавказская дерби, разбавленная итальянским вкусом и голландской школой. Петросян против Кири. Давид набрал тогда неимоверную форму, обсетнув в 1-4 друга Джорджо Шемси Бекери. Очный поединок с Доктором прошел довольно конкурентно. Петросян работал вторым номером, попадал чище и чаще. При этом не покидало ощущение, что Джорджо может прибавить. В финале Петросян предсказуемо встретил представителя нового поколения – грозного панчера Робина Ван Русмалина. Голландская торсида называла Робина преемником самого Деккерса. До финала Робин, по сути, встретил сопротивление только в 1-8, где устроил настоящую войну на пару с Джабаром Аскеровым. Далее поочередно были нокаутированы Тим Томас и Санни Долбик. Держа в уме победу Робина над Кишенко, часть фанатов кикбоксинга готовилась к свержению короля. Но нет, Джорджо показал высочайший класс, не позволив Робину толком и докоснуться до себя. Своим перформансом и бешеной стабильностью Петросян растопил нудные голоса даже российских комментаторов. Он не был равным, но еще бойцам не рождалось. Были хорошие спортсмены, как Масата, Буакао Пропрамук, но такой доминации мы не помним. Победив Гран-при Глори, Джорджо заработал свой крупнейший гонорар – 300 тысяч долларов США. Ввиду постоянных травм и отсутствия перерыва для капитального выздоровления своей волшебной левой, в 2013 году Петросян провел всего три боя, нокаутировав Оля Ларсона и утилизировав гиену Хафида Эль Бустати. Джорджо предстоял дебют США. Нью-Йорк. 23 ноября 2013 года. Кикбоксинг покоряет новый свет. Легендарная арена Мэдисон-Сквир-Гарден забита до отказа, чтобы лицезреть гран-при четырех лучших бойцов легкого веса. Хедлайнер Глори-12 единственный и неповторимый Джорджо Петросян в полуфинале сошелся с неордотоксальным суринамцем Энди Ристи. Первый раунд был больше похож на разведку. Во втором Петросян, казалось, нашел ключ к этому большому и техничному бойцу, что и подтверждали статистические данные. Однако в конце раунда Петросян уже в шестой раз в карьере сломал свою бьющую руку. В третьем раунде Ристи пошел на штурм, который по итогу привел к крупнейшей сенсации в современном кикбоксинге. Джорджо Петросян был нокаутирован. Знаменитый комментатор Мауру Роналу не верил своим глазам, видя вот это. Даже болельщики, которым надоели победы Петросяна, также не были в восторге. Ристи не проявил уважения к бывшему королю, который как раз всегда отличался благородным поведением в адрес своих визави как до, так и после сражения. В финале машина Энди просто без шансов смял Робина в ангрусмалина и, казалось, захватил трон надолго. Это было трудное время для меня. Более года я не возвращался в бои. Меня задели не столько факт поражения, сколько место случившегося. Легендарная арена Мэдисон Сквер Гарден. И, конечно, очередной перелом руки. Все это было непросто. В этом смысле мне очень помог абсолютно новый для меня человек. Тренер Эрмест Ди Франческо. Он помог разобраться в себе. Также меня отлично поддержала семья. Так я захотел вновь доказать, что я лучше. Одни из самых серьезных врачей Италии провели операцию на руку и помогли Джорджо с процессом восстановления. Так, в январе 2015 года после более чем годовалого простоя Петросян вернулся на ринг. Впервые за 8 лет наш герой, можно сказать, выбрал для себя соперника далеко не топ уровня. Им стал от турок Эркан Ворроу. Как и ожидалось, это была легкая прогулка для Джорджо, который запланировал исполнить месть в отношении Энди Ристи. Однако Суринамцу отомстили другие люди. Ристи после, казалось, случайного проигрыша Кирии 3 апреля 2015 года был жестко деклассирован Робином Ванрусмаленом. Тем не менее, победив неуступчивого Энрика Келли и нокаутировав в Поднебесной одного из мощнейших местных бойцов, Ху Яня Джорджо по-прежнему был нацелен на реванш с Ристи. Казалось, что со стороны пошли на компромисс. Петросян согласился провести поединок в переживающем финансовый спад Глории. Реваш уже был практически утвержден, как неожиданно Энди Ристи снялся с боя. Причина разногласия со своим собственным тренером. По итогу, Энди Ристи уже не бьется более чем три года. Меж тем, на замену сорянамцу вышел канадский проспект Джордж Джонси, который и вкусил мощь новой версии Петросяна. Джорджо заметно прибавил физически и стал более агрессивным бойцом. Речи о работе вторым номером и вовсе не было. Мне нужно было подкорректировать свою манеру ведения боя, потому что спорт прогрессирует. В нескольких моих крайних поединках соперники неплохо изучили меня и мой стиль. И я это сделал, чтобы создать дополнительные трудности для своих визави. Это был последний поединок Джорджо под эгидой Глори. Предприимчивый Скотт Кокер, видя перспективы в кикбоксинге, создал новую организацию – Белатор Кикбоксинг. Кто, как не лучший за все время, пойдет на роль главного мотора в продвижении юного детища. Писав привлекательный контракт, 10 декабря 2016 года Джорджо Петросян возглавил турнир «Белатор Кикбоксинг 4» во Флоренции. Соперник – английский ветеран рубака Джордан Ватсон. По-настоящему агрессивный доминирующий перформанс с вытекающими техническим нокаутом еще раз подтвердил, что Джорджо идет в ногу со временем. В феврале 2017 года «Доктор» приехал в Москву, чтобы забрать титул W5 у россиянина Артема Пашпорина. Несмотря на слабую медийность Артему, будучи голодным бойцом с мощной базой тайского бокса, в свои 25 добился победы ни много ни мало над самим Александром Космо, а также оказал достойное сопротивление Буакава Бончамеку. В аккурат перед боем, после взвешивания, Джорджо провел семинар в Академии Бокса в Лужниках. В самом поединке Джорджо чувствовал себя как дома. Оно и неудивительно – трибуны поделились на две части ввиду большого количества армянских болельщиков. Хотя, безусловно, стоит отметить и нижегородский десант, который стоял горой за Пашпорина. Сам бой не получился конкурентным, но и нельзя сказать, что это был легкий бой для «Доктора». Скидка, ведь это был легкий бой. И как мы теперь поедем? Очень умные, что это было?! Да, правда, надто, на письменном нашеше время я сказал, но на письмене это был легкий бой. Поэтому мне было неизмутно. Но вы не увидели внутри, чем я считался, но подпись которое было легким, но не было легким, потому что я получил борьбу. Да, 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 да. Домбат Румын Амансио Параски вел себя нагловато и остро на язык. На деле же, в очном поединке, который состоялся на Белатар Ки-Би-5, в Турине Параски выживал три раунда, оказавшись в нокдауне в заключительной трехминутке. Я считаю Петросяна лучшим. Его нельзя сравнивать с Русмалином. Он превосходит его во всем. Вот с кем я хочу драться. Только после победы над «Доктором» я смогу сказать, что я лучший в мире кикбоксер в своем дивизионе. Ну, Джорджу Петросян очень хороший боец. Такой, скажем, быстрый, видит хорошо картину боя. Предсказывает, ну, так скажем, шахматист, да, который знает и обыгрывает тебя за счет своего видения боя. Видение боя. У него очень хорошие глаза, зрение. Ну, я имею в виду, тактически хорошо видит картину боя. И поэтому, за счет этого побеждая, я считаю его легендарным оценком. Это огромное удовольствие, быть в раунде с огромным лидом. Я имею в виду все респекты за него. Эй, Петросян, я знаю, что ты лучший, но я тоже. Давайте сделаем историю вместе. Несмотря на поистине уважительные слова перед поединком от чемпиона Lion Fight, тайца Джо Натавута, он был перебит «Доктором», который вновь действовал в достаточно силовой манере. Отметим несколько серьезных, скрытых хакиков со стороны тайца, которые были нейтрализованы лишь благодаря неимоверной реакции Петросяна. Болельщики стали замечать, что «Доктор» теперь боец, ориентированный на явный первый номер. Поединок прошел 20 апреля этого года в Филиппинах. Весь апрель 2018 года в Армении шли крайне волнительные массовые демонстрации народа против той системы, которая своим безобразием привела к миграции, исходу из родины, в том числе и семью Петросяна. Джорджио не мог остаться в стороне и поддержал свой народ в социальных сетях. «Я тоже с вами, Айе Джан», оставил лаконичное сообщение «Доктор». К счастью, тогдашнему премьер-министру Армении Сержу Саркисяну «Доктор» не понадобился. И он сам решил покинуть свой пост, который впоследствии перешел народному лидеру Николу Пашиняну. «Доктор» 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 «Доктор»